В эфире Народная Славянская Радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем разговор на Народном Славянском Радио. Напомню, что по одному из современных календарей сегодня, 5 мая 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира «Азбучная истина Колобьего Тела. Образование жизни на основе буквицы». Выпуск 6. От 29 до 35 лет. В виртуальной студии находится ведущий я, Евгений Роденко. Я также нахожусь за пультом управления сказительница Василиса. И в чате принимает ваши вопросы и реплики Светланы Большакова. Напомню, что ваши вопросы и реплики вы могли задавать на ресурсах, которые принадлежат Народному Славянскому Радио. А именно сайт Народного Славянского Радио – славрадио.org.чатбеседка и канал в YouTube – youtube.com.slash.slavradio. Первый вопрос пришёл от Елены. При прохождении в кавычках «золотых» искушений, к чему стремиться? Каким должно видеть себя идеальным? То есть, какие самые высокие цели стоят перед человеком с точки зрения славянского видизма? Елена. Очень мудрый вопрос. К чему стремиться при прохождении золотых испытаний? При прохождении любых испытаний нужно понять, что это испытания и проверки. И главное – не заиграться в любые игры. Искушения золотого царства – они самые тонкоуровневые, они действительно очень высокочастотные, и могут нас увлечь в миры параллельной славе. И нам будет казаться, что мы проводим очень глубокую внутреннюю работу над собой, в том числе, например, через какие-то медитативные техники, практики, которых сейчас очень много представлено. Но на самом деле мерилом того, прошли ли мы испытания этого царства или нет, является реальное изменение в нашей жизни. Говоря об испытаниях всех трёх царств, и в том числе золотого, я не говорила, что всё, что предлагают царевны – это плохо. Я говорила, что во всех этих царствах есть дары. Но эти дары могут нас предать, если мы неправильно ими распорядимся. Поэтому сами по себе испытания, в том числе золотого царства, они могут быть как нашими помощниками, так и увести нас в параллельные иллюзорные вселенные. Поэтому правильно распорядиться – это распознать. Мирилом распознавания, на благо ли нам медитации, либо они у нас уводят в параллельные миры, являются реальные конкретные изменения в нашей обычной жизни, в нашем явном мире. Насколько это вам помогает быть более здоровыми, более разумными, более красивыми, более успешными в ваших делах, проектах. Насколько это помогает настраивать лад и мир в вашей семье, общаться с другими людьми и реализовывать различные полезные дела, которые вы задумали совершить. Это и есть то, к чему нужно стремиться каждый день, становиться в явном измерении, а не в своих умозрительных иллюзиях, лучше предыдущего. И самая высокая цель с точки зрения славянского ведизма, по моему мнению, – это самосовершенствование. Благодарю, Василиса. Три вопроса подряд пришли от медоеда-барсука. Первый вопрос. С пожеланием здравствовать и благодарностью за ваш труд. Как понять, чего хорошего и нужного натворил и нажил и добился? У некоторых и этого нет и близко. Как сильно себя критиковать? То есть как себя продиагностировать? Я попробую переформулировать слова. Барсука. Нужно во всём знать меру. Это главное. То есть в своих негативных качествах, в своих теневых аспектах можно копаться очень долго, и многие туда зарываются. И из этой глубинной ямы своих негативных качеств очень много людей не выбралось. Поэтому я рекомендую вам идти по этому пути следующим образом. Нам Змеи Горынычи сказали, что нужно идти так, шаг вперёд и два назад. Вот я вам предлагаю другую меру на этом пути. Два шага вперёд и шаг назад. То есть углубляться и заниматься самокопанием стоит, но делать что-то полезное, радостное и приятное для себя более важно. Потому что не то, что более важно, туда нужно делать акцент, как в русской сказке. Всегда там есть тьма и свет, но всегда свет сильнее, и светом всегда заканчиваются все сказки. Поэтому когда вы проводите над собой внутреннюю работу, оттачивая грани своего характера, погружаясь в теневые аспекты, в том числе через образы буквиц, честно говорите себе, какой я есть. При этом не забудьте найти лучшее, что есть внутри вас, ваши ресурсы, ваши таланты, активизировать ресурсы и таланты, которые есть внутри вашего рода, сделать из этого для себя надёжный фундамент или какую-то основу, которая поможет вам выпрыгнуть из своего собственного болота. И вот эта мера, обращайте внимание больше на свет в себе и в людях, но не забывайте себя и пошлифовать, убирая всё лишнее. Надеюсь, я ответила. На эти вопросы я уже давала ответы в эфире, то есть предупреждая о том, каким образом испытывают нас царевны разных царств, на том, что мы должны сделать, что мы готовы сделать на пути достижения своей какой-то высшей цели. То есть высшая цель любой ценой — это не наш метод. То есть настоящая цель, она всегда, да, она трудна в явном мире, но внутри, вы никогда не ошибётесь, она вас будет вести шаг за шагом, и сам процесс движения к этой цели будет радостным. И, возможно, ваша цель будет, и ваше предназначение будет лежать за пределами этой земной жизни и уходить дальше в следующее воплощение, либо, может, в какой-то другой уровень, на который вы выйдете после смерти. То есть не само достижение цели, а сам путь к ней приносит самое главное, потому что в каждый момент своей жизни вы что-то излучаете из себя. И поэтому, когда вы идёте к своей цели и лучитесь любовью, светом, созиданием, красотой, это явный мир изменяет. Если, идя к какой-то высшей цели, вы постоянно находитесь в каком-то стрессе и негативе, и в постоянном преодолении, бесконечном, да, без какого-то вектора, то стоит задуматься над тем, та ли это цель, или так вы к ней идёте. Очень разумный вектор, который может вам дать образ-подсказку, это вот так, когда ваш вектор идёт через, конечно, взлёты и падения, там может быть всякое, но в целом ваша линия жизни развивается так. А ещё более правильный образ. С каждым следующим витком вы развиваетесь по спирали восхождения вверх. Это и есть высшая цель, как я уже сказала, путь духовного самосовершенствования. Но духовное самосовершенствование лежит через явный мир, через каждый миг явного мира. Я ответила? Да, благодарю. Третий вопрос от Медоеда Барсука. Что значит пару убирать по своему уровню? Кратенько, если можно. Как определить уровень своей зазнобы? Вопрос не кратенький. Совсем не кратенький. Но только через… Ну, наверное, только потому, что его задал Медоед Барсук, я попробую кратко сформулировать ответ. Чаще всего мы притягиваемся и очень ярко это чувствуем в теле, когда мы встречаем пару, которая на уровне с нами, на каком-нибудь очень далёком. Нас очень сильно будоражит внутри. Здесь вступает в действие закон полярности. То есть мы плюс на минус сходятся, и мы очень активно реагируем и принимаем это за состояние влюблённости или состояние какого-то более глубинного чувства. И чаще всего ошибаемся. Но понимаем это уже поздно. А вот истинная пара, которая соответствует уровню, она вибрирует на частотах, которые близки к нам. И мы можем распознать, например, такую девицу либо такого молодца как друга. Нам с ним интересно, хорошо, тепло. Но при этом нас не тянет друг к другу по Медному Царству. И вот очень многие люди ошибаются здесь. То есть они не распознают пару своего уровня. Но когда это случается, то эти люди начинают идти в одну сторону, по одной и той же дорожке, по одному и тому же мосту. И как в том физическом опыте из уроков физики в школе этот мост начинает раскачиваться. И мы оказываемся на таких волшебных качелях, которые раскачивают глубинные различные наши уровни взаимоотношения. И это всё превращается в удивительную такую игру и одновременное творение, которое по всем царствам даёт нам потрясающие плоды. Но это вот так совсем кратко. И больше я, наверное, сказать, сейчас умолчу о разных нюансах этих приключений. Если интересно, можем посвятить этому отдельный эфир этой теме. Благодарю за вопрос. Следующий вопрос задаёт Виктор Яковлев. Все рождаются с душой? Виктор, я не знаю. Я надеюсь, что все изначально рождаются с душой, все души изначально рождены с душой. Но кто что с этой душой через огромное количество воплощений сделал к данному моменту, и кто как сейчас рождается, этот вопрос требует очень многоуровневого изучения. То, что есть люди, которые продали душу, которые сковеркали душу, даже расчленили душу и уничтожили свою душу, да, такие люди есть. В этой жизни, возможно, они уже родились без души. А изначально, как создание Творца, я думаю, что все рождаются с душой. Просто мы в том периоде, когда одной жизнью мерить нельзя. Все имеет свои причинно-следственные связи, они лежат очень глубоко в прошлом наших душ. Отвечу так. Благодарю. Еще один вопрос от Медоеда Барсука пришел. Я люблю и умею трудиться, но меня не очень тянет тесать из камня либо из дерева, или руками чего делать. Больше петь, говорить получается, чтобы людям доносить смысл. Со мной что-то не так? Не могу ничего сказать, так или не так. Нужно смотреть, что вы поете, о чем вы говорите. Потому что ремесло поэта, ремесло писателя, ремесло сказителя – это тоже мощное ремесло. Но есть очень много писак, есть очень много пустобрехов, пустомель. Кто есть Медоед Барсук, я не знаю. Я ответила. Благодарю. И последний вопрос задает Глория София. Откуда знаете, что к вам леги приходили? Это же Иван Саверевич говорил леги. Почему леги, а не духи? Глория София. Можете называть посланников небес, как считаете нужным? Легами, ангелами-хранителями, духами какими-то. Как вам больше нравится? Я могу сказать, что я в своей жизни минимум три раза в очень экстремальных ситуациях испытала прямое вмешательство этих невидимых помощников, которые своими крылами просто изменили ситуацию. Я подробно не буду рассказывать эти ситуации, они достаточно личностные, но одну из этих ситуаций могу кратко описать. То есть однажды темной ночью в городе, в темном коридоре улицы при полной луне на меня напал бандит, а у меня было что украсть. Причем все, что можно было украсть, в тот день у меня было с собой, потому что я переезжала с квартиры на квартиру. И все, и деньги, и ключи, и карточки, и техника у меня была, свой фотоаппарат их качественный, два, компьютер, еще мешочек с продуктами, все было при себе. И когда мне был поставлен нож к горлу, и в глаза ко мне, как в дурацком боевике, заглянула маска черная с прорезями для глаз, и сказала, давай быстро все отдавай, я говорю, а что будет? Он такой, я зарежу. И все, что я смогла сделать в этот момент, причем, как я понимаю, это сделала не я, это кто-то сделал за меня, потому что, по идее, я должна была испугаться. Но было полное спокойствие, полное принятие ситуации, и какое-то такое внутреннее тепло, и в этом внутреннем тепле я посмотрела ему в глаза и сказала, режь. После этого произошло то, что я называю чудом вмешательства вот этих божественных помощников или легов-хранителей, или как вам будет угодно их называть, это не столь важно, как будто кто-то влетел, а он меня вот так вот прижал, так просто, и нож стоял у горла. И в этот момент между мной и им, прямо вот в эту щелочку, как будто кто-то влетел и сделал вот так вот, джинк крылами, в результате чего я и он отлетели на несколько метров друг от друга. Все мои шмоточки, которые у меня были в руках, разлетелись рядом, тоже между мной и им. Дальше он несколько секунд, мы так замерли в молчании, после этого он вскочил на ноги и настолько быстро убежал от меня, не взяв ни одну из сумок либо каких-то других вещей, которые рядом валялись. Я была впечатлена скоростью его бега. И после этого я со словами, ну, наверное, сейчас я начну бояться, собрала свои вещи, ушла домой, и вот это вот состояние стресса, которое могло бы обернуться последующим каким-то шоковым отходником, так и не пришло. То есть я позвонила своему другу, рассказала, что у него, милиционеру, рассказала, что у него во дворе там творятся такие дела. Совершенно спокойно легла спать, наутро проснулась, и вот осталась вот такая история и память о том, как какая-то невидимая сила просто на физическом уровне раскидала меня и того человека, который на меня напал. Ну и было ещё две таких очень мощных истории, которые тоже были связаны с ситуацией на грани жизни и смерти. Я уж не говорю про большое количество маленьких историй, которые есть в моей памяти, и в жизни моих многочисленных сказочных друзей, когда им на помощь в разных ситуациях, и в экстремальных, и в жизненных, и просто в каких-то делах приходили на помощь силы. Но только тогда, когда они шли своим путём, когда они выполняли своё предназначение, и когда они либо действительно были в ситуации экстремальной, либо они максимально всё сделали, то, что могли. И вот на пределе человеческих сил приходила помощь высших помощников. Вот так я могла бы ответить Глории и Софии. Благодарю тебя, Василиса. Это был последний вопрос на сегодня. И по завершению, по нашей традиции, пожелай доброе и светлое нашим слушателям и зрителям. Я желаю вам, люди добрые, быть радостными, светящимися, светлыми. И несмотря на то, что многие сейчас сидят по квартирам, найдите возможность выглянуть в окошко, подышать свежим воздухом, выйти на улицу, лицо обратить к ветру, посмотреть на солнышко, особенно на рассвете либо на закате, натянуться к нему, обратиться за помощью, поддержкой к солнышку и к родным богам, попросить мудрости лучезарной и настроиться на волну приятия всего, что будет происходить в вашей жизни. И тогда свет разума вскоре засияет в вашем колобке, и всё, что происходит, будет вам казаться, покажется вам совсем в другом свете. Желаю вам мудрости, осознанности, озарённости и просветления. Всего доброго, до новых встреч 26 мая на строчке «Дивьево тело». И благодарю Евгения, Светлану и всех помощников в Народном славянском радио, которые помогают общаться с вами через эфиры Народного славянского радио. Всего доброго. И мы тебя благодарим, Василиса. И по завершению мне остаётся лишь добавить, что сегодня было 5 мая 2020 года, вторник. Тема сегодняшнего живого эфира «Азбучная истина колобьего тела. Образование жизни на основе буквицы. Выпуск 6. От 29 до 35 лет». В виртуальной студии находилась Василиса, Евгений Роденко и Светлана Большакова. Благодарю всех за участие в эфире, за Ваши вопросы и реплики. Вместе сделаем мир лучше. Всем добра. Быть добру. Всего доброго. Народная славянская радио для пытливых умов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 А.Семкин Корректор А.Егорова